Ну, наверное, самые основные наши популярные курорты находятся, к сожалению, на западе Венгрии, куда мы не можем так запросто добраться на поезде Ищопа. Это курорт Хевис, на который, наверное... Ну, зато самый легендарный, и про него знают все, даже те, кто никогда не был в Венгрии. Если вы увидите по карте, что Хевис находится совершенно недалеко от Балатон, это 6 километров от озера Балатон, и чем интересно, можно сюда доехать, не обязательно прилетая в Будапешт, можно сюда попасть через Венский аэропорт. То есть с Венского аэропорта существуют у нас тоже ежедневные групповые трансферы до Хевиса, 150 километров. Только единственное, что неудобно, австрийские веления очень дорогие. Но для жителей таких городов, как Днепропетровск, Харьков, Одесса, куда есть прямые перелеты до Вены, я думаю, этот вариант, в принципе, неплох. Да, возможно. Что такое термальное озеро Хевис, кто не знает фотографии? Это озеро, которое образовано в кратере вулкана, древнее озеро, в котором уникальная термальная вода. Да, вода очень сильная, в воде содержится такой элемент, как радон, радон – слаборадиоактивный элемент. Поэтому по данному курорту, пожалуйста, обязательно консультируйтесь с врачами, прежде чем ехать. Там противопоказания существуют, и их достаточно много. То есть, с одной стороны, это озеро, которое способно исцелить какие-то очень серьезные заболевания, с другой стороны, оно может нанести вред небольному человеку. Да, совершенно верно. Особенно, если это люди в возрасте, то в последний день часто у нас люди, туристы, любят на озере покупаться уже так до посинения, в буквальном смысле слова, пока там скорая помощь не вызывает, потому что проблема с сердцем возникает. То есть, озеро очень такое… И момент такого понятия, как вот на первой береговой линии, на второй береговой линии, вот на данном курорте тоже не актуально, так как озеро находится в парковой зоне, закрытое. Вход на озеро платный, но если мы рассматриваем отели санаторные, то вода в эти отели поступает не из озера, но из этого пласта воды, который питает и озеро. Но на озеро, конечно, люди ходят, тоже такое уникальное место. Купаться можно круглый год. Конечно, красиво. Тоже зимой очень интересно купаться, когда 28 градусов температура воды, купаешься на улице, прохладненько. Вот карта как раз по слайду, видите, как можно добраться из Вены. По отелям. Отели на Хевизе немножко выше уровня, чем отели в Восточной Венгрии. Ну и, соответственно, цены на эти отели тоже выше. Ну и популярность курорта, конечно, зашкаливает. Зашкаливает, да. И, наверное, это, к сожалению, сейчас. Курорт ориентирован сейчас очень много русских туристов из России. Существуют прямые чартерные перелеты Москва-Хевиз. Недалеко от курорта Хевиз есть аэропорт, бывший аэропорт, который сейчас переоборудовали по чартерной рейсе. Вот туда компания Якутия, ЮТР осуществляет чартерные перелеты. Многим туристам нашим, украинским, сейчас это перестало нравиться. Они ищут альтернативные варианты. И вот, ну, по Хевизу, если вы, в принципе, настроены на лечение, а не на внешне, скажем, на туриста, то можете ехать в любом раскладе, вам там понравится. По санаториям. На данном слайде вы видите Lotus, Thermo Europa, Fit, Carbon, Colping. Это термальные отели. Отели, в которых есть термальная вода, в которой есть врачи. И, соответственно, производятся какие-то виды терапии. Также можно, да, еще момент. Практически все санаторные отели работают по системе питания завтрак, ужин. Но есть исключение. Вот Donubius Aqua гостиница работает по системе питания. Все включено. Все включено. Отличается от турецкого, египетского. Все включено. Это, как правило, трехразовое питание с напитками. Ну, в течение дня или какие-либо закуски. И есть просто гостиницы, городские гостиницы, где есть просто бассейны с обычной водой или просто их нет. Что делать туристам в таких случаях? Если они приезжают на лечение, вот нет, они не могут по бюджету, позволить себе оплатить санаторный отель типа Европа ФИД. То есть им приходится, вполне можно ехать, скажем, в отель трехзвездных, типа отеля парк и покупать, как в советской войне, курсовки. Помните, были? Да. В санаторий можно ходить, посещать, то есть врача, то есть проходить все лечение там, проживать именно в таком вот не санаторном отеле. Есть и частные апартаменты. У компании «Тысяча дорог», кстати, есть собственные гостиницы, есть собственные апартаменты на курортах. Ну, хвастается. Это похвастается. Ну, а для туристов, которые хотят какого-то такого изыска, то рекомендую термальный курорт «Шарвар», который находится тоже в западной Венгрии, недалеко от Хевиза. Там есть такая замечательная гостиница «Спирит». Термальная гостиница, в которой есть 22 термальных бассейна. 22 бассейна, извините, просто. 22 бассейна, в том числе термальные. Какая-то часть из них термальная. Да, есть сауны и так далее. Там 60, по-моему, саун у них. Ух ты, а на сколько номеров гостиницы? Ой, гостиница большая. Ну, я думаю, знаете, не обращаю внимание, ну, гостиница 5 этажей где-то, наверное. Ну, Ваня, ну, я в том смысле, я хотел сориентироваться, не на каждого ли жильца по сауне получается. Нет, а гостиницы крупные, вовленные центры, и курорт тоже считается Шарвард, скажем, королевским термальным курортом. Это какой-то такой, вот, скажем, в Венгрии любят давать такие вот. Будапешт у нас королевский курорт, Шарвард тоже является королевским термальным курортом. То есть там тоже, помимо велнеса и спа, вот замечательно можно пройти терапию по лечению. В Венгрии не то, чтобы любят похвастаться, нет, не совсем так, но вот добавить себе веса словами, это чисто венгерское качество. Это, видно, наверное, пошло со времен Австро-Венгрии, когда была конкуренция между Австрией и Венгрией. Внутри империи конкурировали народы и территории, и венгры подключились к этому. Конечно, конечно. Ну, Венгрия в данный момент немножко в выигрышном положении, в плане, там цены дешевле, там немножко все доступнее, и туристов наших, наверное, больше все-таки сейчас. Еще один маленький курорт на западе Венгрии, курорт Бюкфюрда. Это тоже курорт наподобие курорта Шарвард. Маленький городок, но чем он интересен? Он находится прямо непосредственно у границы с Австрией. Термальная вода здесь самая минерализированная по составу из всех термальных курортов. Самое большое количество минеральных веществ полезных. И мне понравилась фотография, вот я здесь сфотографировал, это велосипедные дорожки. Здесь есть красные, синие, зеленые. Понятно, что зимой это не настолько... Это прям как трассы горнолыжные? Да, да, да. И все они ведут в Австрию. Вы просто живете тут 5 километров, вы в Австрии. Туристов, наших соотечественников там почти что нету. Но отели очень классные. Практически почти все отели работают по системе питания, все включено. Так как никакой, скажем, рядом цивилизации нет. То есть вы приехали, живете, питаетесь? Ну, наш представитель есть. Можете ездить на экскурсию. Грац, Вена, Венеция с этого года есть экскурсии. Ага, удобно тоже. Хорошо. Но это вы уже на месте. Желательно все приобретать. И последний курорт, который хотел бы рассказать. Курорт Тапальца. Он находится в... Курорт Тапальца, не путать с Мишкальц Тапальца. Это Тапальца в Западной Венгрии. Городочек расположен недалеко от Балатона. Отель термальный, с термальной водой. И здесь есть лечебная пещера. Вот под отелем, видите, на слайде фотография. И стоят лежаки. Здесь можно пройти пещерную терапию. Это лечение пульмонологии. То есть лечение дыхательных путей. Можно тоже скомбинировать с какими-то различными... Там, лечением. Просто с оздоровлениями и велнесом, к примеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова